На паркете Дома молодежи около 30 человек. Они пришли научиться танцевать, чтобы 9 мая принять участие в патриотической акции «Вальс Победы». Хореографом акции выступает руководитель студии спортивных бальных танцев ДЭКа Екатерина Сосоева. Пойдем от простого к сложному и каждый из присутствующих сможет для себя взять какую-то ступень сложности. То есть начнем прям с самых простых движений вперед, назад, влево, вправо. Потом будем усложнять вплоть до поворотов на все 360 градусов и под быстрый темп. Каждый из пар сможет для себя выбрать вариант вальса, который им доступен и приятен для танца. Акция в Сарове проводится впервые и организаторы надеются, что она войдет в добрую традицию. Единственное, что потребуется от участников проекта – стилизованный костюм эпохи времен 40-х годов. В семье Санкиных уже давно все готово. У Андрея есть рубашка и брюки, у Ирины красивое платье. Наряды помогут им окунуться в атмосферу мая 45-го года, когда их деды и бабушки кружились в праздничном вальсе. А еще участие в акции – это возможность рассказать детям о победе. Не просто, например, прийти на парад на церемонию возложения цветов, пройти с бессмертным толком, но и показать им еще возможные примеры участия родителей. Для детей, я думаю, это будет полезно. Что не только на словах, но и на деле пускай танцем, но все-таки в честь победы нашей. Принять участие в вальсе победы может любой желающий, независимо от возраста. Занятия проводятся бесплатно каждый вторник в 19.00. При себе иметь удобную обувь и одежду. Увидеть вальс победы можно будет 9 мая в 18.00 в парке имени Зернова. Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24.